Уважаемые отдыхающие, просьба соблюдать правила поведения на воде. Не заплывайте далеко от берега, не ныряйте глубоко. 20-летний Ярослав работает спасателем на Журавлёвском водохранилище 10 смен в месяц с 8 утра и до 8 вечера. Плавание – его вузовская специализация, потому парень с такой летней подработкой справляется успешно. Говорит, самое сложное – найти контакт с отдыхающими. В основном это нетрезвые люди, которые напиваются, пытаются проверить свои силы, показать геройство. Или дети, которые хотят переплыть на тот пляж. Все знают, что на том пляже и горки, и разные развлечения. Они переплывают туда, охранники, естественно, их возвращают обратно. И страхуем, чтобы сил хватило доплыть обратно, потому что водоем сложный, если честно. Журавлёвское водохранилище находится на месте карьера. Перепады глубины здесь достигают 6-11 метров. Сложность водоема, объясняют спасатели, заключается в том, что сверху вода достаточно тёплая, а снизу бьют холодные родники. При нырянии из-за перепада температуры у человека может возникнуть судорога. На этот случай на берегу всегда дежурит медик. Спасательный пункт оборудован перевязочным материалом. Мешок амбу есть для искусственной вентиляции лёгких. Препараты, которые для выведения из шока, для оказания первой помощи. В день от отдыхающих поступает 10-15 обращений. В основном, говорит медсестра, с порезами, ушибами, ссадинами, иногда бывают и переломы. Самой большой популярностью в медпункте пользуются зелёнка, перекись водорода, пластыри и таблетки от головной боли. Для купания желательно выбирать водоёмы с ровным песчаным или гравийным дном и бессильного течения. Идеальной считается солнечная безветренная погода с температурой воздуха не выше плюс 25, а воды плюс 17-19 градусов. Но в любом случае купаться дольше 15 минут медики не рекомендуют. Каждый год в местах массового отдыха людей появляются спасательные посты, оснащённые лодками, надувными кругами и жилетами. Сейчас в Харькове таких постов семь. Всего на них работают 42 спасателя. На Журавлёвском водоёме у нас два поста. Вот здесь мы на одном находимся здесь. Второй у нас мобильный пост в районе гидропарка. Это в районе двух мостов. Там мобильный пост. Дежурят на лодках. Потом у нас на Алексеевском лугопарке. На Октябрьском водоёме у нас стоит. Ну, это все старые названия. Петренки, Немышля и Основа. С начала года в Харьковских водоёмах были обнаружены тела пяти человек. Но в акватории, находящейся в ведомстве спасательных пунктов, погибших нет. Предотвратить удалось около 20 несчастных случаев. В целом по области за этот же период утонули 46 человек. Специалисты ГОСЧС пытаются снизить негативную статистику. Проводят рейды по несанкционированным для купания водоёмам и вручают отдыхающим листовки с правилами безопасности. Мы сейчас ездим по районам области и пытаемся практически с привлечением работников Красного Креста, с привлечением вот таких вот спасательных постов, в частности, это городская водно-спасательная служба, показывать, с привлечением людей, чтобы каждый из них поучаствовал в процессе утопающего и в процессе того, кто будет спасать. Приехавшая отдохнуть на Журавлёвское водохранилище Анна оказалась в роли утопающей. Девушка говорит, теперь точно не забудет, как помочь захлебнувшемуся водой человеку. Это был очень хороший опыт, я, конечно, удивлена, что парни так быстро, хорошо среагировали. Это было очень весело, и я очень рада, что такие акции проводят. Как правильно реанимировать человека и оказать первую медпомощь, уже с помощью манекенов показывают волонтёры Красного Креста. Для начала нужно выяснить, не блокируют ли дыхательные пути инородные тела. Во рту утопающего могли оказаться водоросли или моллюски. Затем в течение 10 секунд с помощью приёма «слышу-вижу-ощущаю» проверяется наличие дыхания. И только потом нужно приступать к искусственной вентиляции лёгких. Для утопающих мы это делаем с пяти вдохов. Как мы это делаем? Мы запрокидываем человеку голову, зажимаем ему руками нос, обхватываем полностью его губы и делаем пять вдохов. А после этого переходим к непрямому массажу сердца. По текущим нормативам делается 30 нажатий. Чтобы не сломать пострадавшему ребра, нажатия делаются не всей ладонью, а только её основанием. При этом важно держать руки строго под прямым углом и проводить массаж, имитируя сердечный ритм. После 30 нажатий следует сделать два вдоха. И если человек не начал дышать, повторить всё сначала. Но главное, говорят спасатели, нужно изначально выбирать пляжи, которые находятся на территориях баз отдыха или получили специальные паспорта. Какие моменты они контролируют? Это состояние территории, наличие условий для соблюдения гигиены, урны, водоснабжение. И один из главных моментов – это вода должна соответствовать требованиям нормативных документов. Всего на Харьковщине 40 разрешённых для купания акваторий, в которых дно обследовали водолазы. Из них 22 пляжа получили паспорт, и только два находятся в Харькове. Это Журавлёвский гидропарк и Безлюдовское водохранилище.